Давай поговорим о БРИКС, потому что у нас есть очень большие новости. Только в прошлом году мы стали свидетелями исторического пополнения этого блока. К БРИКСу присоединились такие страны, как Иран, Арабские Эмираты и другие. БРИКС уже давно перерос звание экономического блока и теперь является чем-то вроде прокси для стран глобального юга. Чем больше стран присоединяются, тем больше ресурсов они контролируют. Кроме того, они объединяют огромные потребительские рынки и рынки труда. Неудивительно, что многие страны и в этом году планируют присоединиться к этому блоку. И здесь нужно отметить, что у большинства стран, которые желают вступить в БРИКС, нет желания избавить мир от доллара или от Соединенных Штатов. Они не выбирают сторону, они не поддерживают Китай или Запад. Их интересы заключаются в другом – в дешевом и выгодном развитии собственных стран и экономик. И поиски способов это сделать. Во-первых, использование доллара США, как оказалось, не всегда выгодно, прежде всего для состояния местных национальных валют. А во-вторых, БРИКС оказался таким удобным способом. И поэтому очень важно поговорить о том, что произошло буквально на днях. О заявке Таиланда на членство в БРИКС, о которой только что было объявлено. Кабинет министров Таиланда одобрил заявку страны на вступление в БРИКС. И если она будет принята, то Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии, которая станет членом БРИКС. Само собой разумеется, что это огромное историческое событие, которое показывает нам крупнейшую акцию дедоларизации, которая разворачивается в Азии на наших глазах. Таиланд входит в ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, это вторая по величине экономика в этой группе, чуть ниже Индонезии, с ВВП более 500 миллиардов долларов. В совокупности на эту группу государств АSEAN приходится почти 4 триллиона долларов ВВП. В последние два года АSEAN активно развивает двустороннюю торговлю и отказывается от доллара США в пользу местных локальных валют. Важно отметить, что и Индонезия поддерживает тесные партнерские отношения с крупнейшей державой БРИКС – Китаем. Присоединение Таиланда – это сигнал всему миру, что неприсоединившиеся страны Азии вскоре тоже начнут делать свой выбор. Почему это важно? Потому что Азия в целом отдаляется от Запада и приближается к глобальному Югу. На наших глазах старый мировой порядок начинает трещать по швам. И скорее всего он должен треснуть перед тем, как мы перейдем в новую эру – эру цифровых валют. Важно понять, почему Таиланд, как и многие другие страны, стремится присоединиться к БРИКС. Прежде всего речь идет об отказе от долларовой системы. Зачем им это делать? С тех пор, как ФРС США начала повышать ставки, валюта Таиланда, тайский бат, начал обесцениваться. Его курс по отношению к доллару упал более чем на 10%, что является большой проблемой для страны. Ведь Таиланд является импортером нефти и газа, грубо говоря, энергии. И поскольку все эти ресурсы оцениваются в мировой резервной валюте, то есть в долларе США, импорт теперь обходится Таиланду гораздо дороже. Рост собственной экономики становится дороже благодаря укреплению доллара из-за роста процентных ставок ФРС США. Именно поэтому Таиланд посчитал, что для него теперь хранить доллары это невыгодно. Крупнейший торговый партнер Таиланда не Запад, а Азия и весь остальной мир. Естественно, эта страна желает совершать сделки в локальных валютах, ведь это просто-напросто гораздо выгоднее. Присоединившись к БРИКС, Таиланд хочет быстрее развивать свою экономику, устранив самый большой на данный момент ограничитель роста – покупку импорта за доллары США. В официальном заявлении Таиланда прозвучало мнение о присоединении к БРИКСу. Это принесет Таиланду пользу во многих аспектах, в том числе повысит роль страны на международной арене и расширит ее возможности по участию в создании нового мирового порядка. И это соответствует видению Таиланда. Сегодня многие страны воспринимают существующий порядок как систему, которая контролируется лишь несколькими фигурами. Фактически это система, которая создана странами большой семерки, конкретно Соединенными Штатами, для извлечения большей выгоды для себя. Присоединение развивающихся экономик к БРИКСу – это явное неприятие нынешнего мирового порядка, в котором Запад может развивать свою экономику по более дешевой цене, в то время как развивающиеся страны, такие как Таиланд, с трудом финансируют свой рост. Иными словами, вступление Таиланда в БРИКС – это выражение протеста, что игровое поле неравное. Крупнейшим партнером Таиланда по импорту являются не Соединенные Штаты или страны большой семерки, а весь остальной мир. На Китай, например, приходится почти 17% всего импорта. Так какой смысл в таком случае платить доллары за товары из Пекина? В этом нет смысла. Таиланд также импортирует энергоносители из таких стран, как Арабские Эмираты, нынешнего члена БРИКС. Поэтому имеет смысл перейти на двустороннюю торговлю и использовать локальные валюты. Например, Таиланд всегда может использовать китайские юани для покупки энергоносителей в Арабских Эмиратах. И это будет принято, поскольку Китай является крупным торговым партнером этого государства. После этого Арабские Эмираты, в свою очередь, используя полученные юани от Таиланда, могут покупать готовые импортные товары у Пекина. Такие как электромобили и солнечные батареи. Это просто одна большая круговая торговля, замкнутая экосистема, в которой не будет ни одного доллара США. И в этом преимущество создания альтернативного экономического порядка. Вот почему многие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Это не случайно. Еще одна важная причина – сближение с Китаем. Только за первые 9 месяцев 2023 года Китай инвестировал в Таиланд почти 3 миллиарда долларов. Они профинансировали более 260 проектов, что составило 24% прямых иностранных инвестиций в Таиланд. Почти четверть. Большая часть этих инвестиций пришлась на электронику, автомобилестроение и, конечно же, на электромобили. Другими словами, Китай помогает превратить Таиланд в азиатский производственный центр. В отличие от этого, США и страны Большой Семерки совершенно забыли о Таиланде, в то время как Китай рассматривает его как экономического партнера. Не нужно быть гением, чтобы понять, куда дует ветер. Три года назад Китай и Таиланд продлили двустороннее соглашение о валютных свопах. И благодаря этому Таиланд может продолжать получать доступ к полу-китайской валюте для глобальной торговли. Таиланд может обменивать тайский бат на китайскую валюту, чтобы покупать ценные импортные товары из Китая. И поскольку Пекин продолжает заключать все больше торговых соглашений по всему миру, эта валютная своп-линия становится все более ценной и распространенной. И это выгодно для Таиланда. Ведь ему не нужно покупать доллары на открытом рынке и тем самым уничтожать свою собственную валюту в процессе. Для многих развивающихся экономик самым большим ограничителем роста до сих пор являются сырьевые товары и энергоносители. И чем больше и чем дешевле этих ресурсов они смогут купить, тем быстрее они смогут построить свою экономику. Но самым большим ограничителем на протяжении долгого времени является количество долларов, которые они держат. И для многих стран есть только два пути решения этой проблемы. Либо торговать напрямую в долларах, либо занимать в долларах. И оба способа делают страну зависимой от западной финансовой системы. На долю обновленного блока БРИКС приходится 42% мировой добычи нефти. На них также приходится 35% мирового потребления нефти. Что означает, что БРИКС самодостаточный в своих энергетических потребностях. Им нет нужды устанавливать цены на нефть в долларе. И именно поэтому мы увидим, как все больше баррелей нефти будут оцениваться в локальных валютах, а не в долларе США. Китай уже покупает нефть на Ближнем Востоке в своих юанях и даже в цифровых юанях. Поэтому для Таиланда вступление в БРИКС станет удачным шагом. Они получат доступ к изобилию энергоресурсов, а также к огромной куче китайских юаней для двусторонней торговли. Причем не только с Китаем, но и с теми же Арабскими Эмиратами. В будущем БРИКС даже планирует сделать свой собственный банк и цифровую валюту, обеспеченную золотом. Ну а пока страны в рамках этого блока начинают торговать в локальных валютах и при этом абсолютно лишены риска подвергнуться санкциям. Именно поэтому вступление в БРИКС открывает такое большое преимущество. И это, конечно же, окажет глубочайшее влияние на существующий экономический порядок. Мы видим еще один пример того, как мир отходит от западной финансовой системы. Индийские нефтепереработчики, такие как Reliance, теперь покупают российскую нефть за рубли. Индия покупает 3 миллиона баррелей нефти в месяц, а расчетной валютой являются не доллары, а рубль. Именно поэтому в ближайшее время все больше стран будут заинтересованы во вступлении в БРИКС. А также, к сожалению, это приведет к еще большему напряжению в геополитической ситуации. Заявка Таиланда на членство – это только начало. Другие страны, такие как Индонезия, Лаос и Вьетнам, после тайской сенсации станут ближе к блоку. Теперь их главный сдерживающий фактор для более высокой скорости роста экономики в виде доступа к доллару США фактически исчезает. Они всегда смогут использовать, например, китайский юань, тайский бат и другие локальные валюты. И если наступят трудные времена, они всегда смогут использовать своп-линию, чтобы получить больше юаней или просто напечатать собственную валюту. Это очень большое изменение в игре. Вступив в БРИКС, Таиланд сможет получать финансирование от Китая, дешевые товары от других членов блока или, например, нефть с Ближнего Востока. Они смогут быстрее индустриализоваться. И потребности Таиланда в оборотном капитале внезапно тоже снизятся. Вместо одного поставщика, который принимает только доллары, у них теперь есть дюжина других стран, которые готовы торговать в локальных валютах. Это также означает, что Таиланд может все меньше и меньше полагаться на торговлю с Соединенными Штатами. И его зависимость от американской экономики тоже внезапно упадет. А также то, что делает ФРС США со своей процентной ставкой, перестанет влиять на тайский бат. И это становится все более насущной проблемой для Азии, потому что санкции США становятся глобальными. Месяц назад Соединенные Штаты обвинили азиатские страны, такие как Малайзия, в торговле иранской нефтью. Малайзия, кстати говоря, тоже входит в Асиан. Казначейство США даже отправило своего представителя по санкциям в Малайзию. Мы видим, как в США начинают действовать по всему миру. И всегда есть вероятность того, что Юго-Восточная Азия попадет под санкции Соединенных Штатов. Это не исключено. Почему? Потому что что делает США? США вынуждают страны выбрать сторону. И как бы кому не хотелось. Но это совсем не то, чего хочет Юго-Восточная Азия. Я был там не один раз и знаю, что они просто хотят, чтобы их оставили в покое. И чтобы они могли вести бизнес абсолютно со всем миром. Вот и все. Они не хотят поддерживать Россию в ее войне. Они не хотят становиться на сторону Украины. Они не хотят быть с Китаем или быть с Соединенными Штатами. Их интересует только выгодный бизнес. Об этом свидетельствует позиция премьер-министра Малайзии, которая приветствует вообще всех. Нет необходимости исключать какую-либо страну из глобальной торговли. Я ясно даю понять, что мы очень сильны в наших отношениях с Китаем. Я не разделяю эту ксенофобию. Также мы были традиционными союзниками. Большая часть наших инвестиций по-прежнему поступает из Соединенных Штатов. Также я имею в виду и Германию, конечно, и Ближний Восток, Катар. Но из Соединенных Штатов очень многие компании приходят в Малайзию. Microsoft, Google, NVIDIA. И мы приветствуем их. Малайзия из-за этого становится центром полупроводников в регионе. На это есть свои причины. Но отчасти это происходит благодаря поддержке США. Мы расходимся в некоторых вопросах их политики, которая имеет примеры противоречия и лицемерия. Но в целом США остаются нашими друзьями. Несмотря на то, что прямого желания ударить по доллару и существующей системе у этих стран нет, их действия все равно к этому приводят. Таковы последствия. По иронии судьбы, чем больше Соединенные Штаты бегают по миру, требуя соблюдения законов, тем больше стран ускользает из-под их контроля. Мы видим, как все больше азиатских стран подают заявки на вступление в БРИКС. Даже европейские страны выражают свой интерес. Вроде той же Сербии или даже Франции. Это значит, что в ближайшие 5 или 10 лет мир будет выглядеть совершенно иначе. И многие люди, которые к этому не будут готовы, могут потерять все. Если все меньше стран будут торговать США или использовать доллары, у них будет меньше стимулов инвестировать в Запад. Инвестиции будут осуществляться внутри самого блока БРИКС. Они будут покупать на месте, продавать на месте и инвестировать тоже на месте. И все это в локальных валютах. Таиланд, например, рассчитывает привлечь 15 миллиардов глобальных инвестиций. Основной упор будет сделан на электромобили и электронику. И как ты думаешь, кому они обращаются за помощью в этом? Не США, которые полностью перешли к практикционизму. Не к Евросоюзу. Они обращаются к Китаю. Вступление в БРИКС поможет и китайским инвесторам убедиться, что их деньги в Таиланде будут в безопасности. BID, JC, JILI, все они открывают магазины в Таиланде, потому что там безопасно вести бизнес. А если Таиланд присоединится к блоку, будет еще безопасней. По крайней мере, они будут знать, что их заводы не будут внезапно закрыты. Для тайской экономики это тоже полезно. Но растущий БРИКС – это угроза для Запада. Ведь инвестиции, которые Запад может потерять, перейдут в Азию. И по мнению Vanguard, это приведет к снижению доходности американских рынков. И мы, как инвесторы, должны обратить на это свое внимание. Согласно прогнозам Vanguard, в ближайшие 30 лет развивающиеся рынки будут расти быстрее, чем США. Акции развивающихся рынков, таких как Азия, будут приносить 8,5% годовых в течение следующих 30 лет. Однако доходность акций США, в свою очередь, составит всего 6%, что является огромной разницей. И в будущем мы можем ожидать, что этот блок со временем также разработает и свою собственную цифровую валюту и создаст свой центральный банк. Их приоритет – выгодное и дешевое развитие собственных экономик. Ну а отделение от западной финансовой системы – это лишь последствия. А это означает, что ближайшие годы станут годами еще большей борьбы, потрясений и геополитической напряженности. Но конец игры будет заключаться в том, что мы все получим глобальную цифровую финансовую систему. Мы живем в потрясающее время, на границе двух эпох, и именно поэтому мы инвестируем в биткоин, чтобы занимать лидирующие позиции в эпоху изменений, чтобы быть готовыми. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok